здравствуйте друзья с вами феликс и сегодня мы опять поговорим о платформе инфини ай и рассмотрим сразу несколько вопросов но в начале ролика хочу сказать о некоторых комментариях один комментарий был такой ну и нудный же ты да ребята я нудный и придирчивый так сказать мне надо везде покопаться все посмотреть увидеть своими глазами изучить все вопросы и не рекламные ролики снимать с призывами заплати 50 получи 600 именно разобраться во всем этом а это но не интересно и ролики не интересные не захватывающие что ж тут поделаешь и так мы видим что сайт переводится потихоньку на русский много разделов уже переведены вот здесь международных партнерах на одном ролике уже есть выбор языка для субтитров правда он пока еще на английском но это говорит о том что создатели данной платформы стараются следовать выбранному им плану вот этот ролик который я выбрал он нам понадобится во первых был еще такой вопрос что вот не лохотрон ли инфини ай инфини ай превращают в лохотрон а наши млм щеки они используют бизнес и идею бизнес модель ds domination и команды хитэша скажу так его команды своих заплати 50 получи 600 в этих целях ничего абсолютно не знают о торговле на этих платформах абсолютно ничего не рассказывают даже где и как найти хотя владеют английским я так полагаю и могли бы хотя бы сказать вот кликни туда и прочитать то у людей абсолютно никакого понимания в какой бизнес они входят это не не пирамиды вот в этом ролике к примеру чтобы просто показать вот в этом ролике показано сколько сколько будет стоить аккаунт на эбэе я сейчас увеличу его чтобы было хорошо видно всем и что ваши спонсоры не могли вам показать в первый месяц вы имеете право продавать 10 товаров не более чем на 500 долларов 20 процентов уйдет на оплату аккаунта и так далее и тому подобное создатели платформы абсолютно честны с нами с нами не честны те люди которые быстренько строят в глубину в ширину короткие длинные ноги вот с первого же масштабирование бизнеса на ebay можно посмотреть этот ролик можно скачать pdf файл и прочитать хотя бы через переводчик чтобы знать что что здесь нас ожидает и вот когда она во всех роликах я призываю не спешить не торопиться вот здесь вот специально создана вкладка что это для международных партнеров вот эти тренинги и все что здесь показывается это в принципе для американцев есть специальный раздел для не американцев это тоже на платформе есть они не обманывают нас не обучение и б и так далее вы ну на русский все переведено переведите прочитать хотя бы перед тем как обзывать этот бизнес лохотроном по спрингборду у меня вот были так перейдем в кабинет этого показывать вроде не запрещается у меня были не сомнения а вот желание понять потому что на спрингборде мы видим то что трудно представить что это продается частности если вы по по нему лазили до употреблю это слово видели вот такие вот наклейки продается или там не курить за все остальное там шпильки заколки какие-то конских хвосты и тому подобное тому похожее на это еще кое-как мы можно придумать объяснение а вот этим вот наклейкам но кто будет покупать на амазоне наклейки и я вот прямо в лоб спросил своего родственника вот говорю ну вот смотри там вот эти наклейки на продажу кто их будет покупать на амазоне это да нет я не на амазоне если что там он и правда перепродажи я рассказывал что он рихтовщик битые машины чиню продаю захожу до в любой магазин там гает валом лежат эти наклейки взял одну приклеил на машину и она стоит там ездить с ними нельзя и тут до меня как сказать ну допёрв составил при приблизительно предварительно вот такой вот список я вот эти все товары ну почти все разбил по как сказать по категориям вот это вот клипсы парики всякие хвосты вот эти конские нужен из волос ободки лаки помада щипчики тампоны там для кремов и так далее это все относится скажем так к салону красоты но салону красоты который содержит как сайт ну парикмахерская она и является самой хозяйкой то есть мелкий бизнес и вот когда вот разделяешь вот это все второе там скатерти столовые там тряпки столы протирать пепельницы солонки там вот это сок потягивать соль перед перечницы да вот такие смотришь на них ну сороковой год кому они там нужны там кетчуп горчица вот этот вот это вот категория для забегаловки которую содержит сам хозяин он и повар и вот если вот так вот все это раскинуть до мысли улавливаете дальше идет вот такой вот цветная бумага ручки карандаш и ластик игрушки там раскраски всякие игрушки кстати там толковых почти и нету никаких все такое дешевое у них распространены детсады при ну в доме там на несколько часов детей отводят и допустим кто-то этим занимается опять же мелким бизнесом ему все это надо то есть дальше идут вот батарейки наклейки всякие там ногти резки вот этот вот и вот вот такой вот товар вот этот как он мне рассказывал ну там буквально именно вот в лавке любой ну мы говорим магазин ну сам сам хозяин он и торгует и хозяин то есть ему вот для того чтобы пойти ну как мы там на черкезоне и тому подобных до оптовых рынках идем закупаем для всего своего магазина товар если ему невыгодно закрывать магазин и ездить по всяким волмартам и так далее потому что он не содержит работника ему выгоднее посмотреть что у него там в компьютере заказа заканчивается и заказать доставку сама зона следующая вот это вот категория там кисти шпатели разные рабочие перчатки дюбеля гвозди ролики там и все такое другой инструмент плоскогубцы и все такое давайте вспомним что америка в принципе кроме вот этих больших городов и так далее это одноэтажная америка там сплошь и рядом частные дома люди живут в частных домах которые в основном деревянные и вот эти вот мелкие там кисти ролики всякие вот это на починку да там что-то подкрасить что-то подбить что-то там сделать это вот из этой категории и вот когда вот а вот это вот еще одна категория контейнеры всякие пакеты для мусора мухобойки это принципе подходит для всех допустим кто-то у кого-то там забегаловка на три стола или четыре стола но ему мухобойка нужно и так далее и вот так вот там в принципе это если смотреть с этого ракурса становится понятен подбор на спрингборде потому что там и скотч и все такое вот именно под под это под это и на ширпотреб так называемый да вот рассчитан на это чтобы использовать ту же скатерть и выбросить потому что стоимость скатерти войдет допустим стоимость этого обеда и он просто накроет свежий скатерть и выкинет их вот в таком плане там подобраны товары вот это есть да конечно там есть некоторые товары которые может стоящие то есть их может купить любой там и очки всякие есть и так и так далее и тому подобное но даже вот эти вот выставочные стенды которые там продаются они тоже в принципе для владельца вот какой-нибудь лавки или допустим в том же салоне в парикмахерской точнее если вот так сказать там в женской парикмахерской там выставить на стенде всякие эти лаки ободки ободки и все это прочее там зашла кто-то там привела себя в порядок ну и на выходе взяла там пару ободков пару этих клипсов ну женщины никого ну не хочу наших дорогих нам конечно задеть но они падки до таких вещей да да погремушек всяких ну и вот в таком плане когда смотришь вполне логичный подбор товара вполне логичный подбор товара тем более что они бы не завозили товар который сами бы не реализовали это по спрингборду мои наблюдения ребята и девчата возможно что у вас какое-то свое видение спрингборда но вот то что меня натолкнуло на эту мысль ну кто будет покупать на амазоне наклейки ну подумайте сами да вот эти наклейки на продается там или не курить только вот вот тогда можно это все объяснить еще еще что хочу сказать да если кто смотрит из моей команды никто и вот эту gpg систему не подключал но если кто-нибудь уже подключил не из моих теребите спонсора там есть пин пачка которую надо нажимать чтобы с вас не снимались деньги об оплату так называемую эта система снимает она не бесплатная я вам с удовольствием бы подсказал но не делаю того я там не зарегистрирован не активировал этот платежный сервис потому что он мне пока еще не нужен вот прежде чем что-то делать узнавайте максимум информации максимум о том вот что вы любой шаг потому что эта платформа это очень серьезная работа это это бизнес реальный бизнес и здесь ну промахиваться нельзя недавно было вот такое там paypal аккаунт через американские банки все такое ну вот представьте вы на торговали у вас там на этом на ebay да сумма стоит выплатить тысяч на 10 на 12 и вдруг и бэй просит вас подтвердить свою личность и вы не можете и куда ушли эти деньги и бэю да бедному так что ребята не делайте того до чего пока вы шаг за шагом не дошли давайте идти вместе если ваши пригласители не могут дать вам необходимую информацию делайте выводы сами делайте уже выводы поддержка есть вот на русском языке можно через вот эту кнопку написать в поддержку по интересующему вас вопросу одним словом разбирайтесь потом любой следующий шаг любой следующий шаг только после того как досконально вам или спонсор объяснил или через поддержку объяснили или поищите спонсоров получше на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс